Друзья, всем привет! С вами компания Акваградус. Я ведущий Андрей. Сегодня у нас перегонка на аппарате Казачок с двумя сухопарниками. Я приготовил небольшое количество браги. У меня есть 6 литров браги. Брага на основе варенья и сахара. Как она была сделана? Я взял 750 мг сахара и 1,5 литра варенья. Все это довел до уровня 6 литров воды. Внес 30 г дрожжей. Она отбродила буквально за 5 дней. И вот брага полностью готова к перегонке. Надеюсь, как определить готовность браги, многие знают. Но обычно гидрозатвор молчит, спичка не горит и тому подобное. Сегодня мы перегоним эту брагу на аппарате Казачок с двумя сухопарниками. Перегонка будет одна. Так как я сейчас использую небольшое количество браги, я буду перегонять на индукционной плите. Плитка мощностью 1,8 кВт. Но кто хочет на тене, то есть возможность встраивать даже в баке 14 литров электротен. Снабжать регулятором и можно перегонять на электричестве. На электричестве более удобно. Мы не привязываемся к газовой печке, допустим, и тому подобное. Как же рассчитать на данном аппарате головы, тело, хвосты? Друзья, есть общепринятая норма 10% на головы, 70% на тело, остальное на хвосты. Это касается аппаратов прямоточных. Но, в принципе, есть такая методика расчета на данном аппарате на сухопарнике, допустим. Что, раз у нас брага на 1,5 кг сахара эквивалент, то мы из каждого кг сахара отбираем 50 мл голов. То есть у нас 1,5 кг сахара, соответственно, мы отберем 75 мл, можно немножко больше, 100 мл голов. Эти головы идут на технические цели. Очень удобно растапливать печку, мангалы и тому подобное. Тело я буду брать, пока у меня будет в спиртуозной струе порядка 55-50 градусов. Смотреть по ароматике. Хвосты я отберу до нуля. Хвосты можно с данного аппарата пускать на переработку. Добавлять либо в следующую брагу, либо в следующий, если у вас две перегонки, спирт-серец. В принципе, и все. Так как аппарат нержавеющий у нас, что емкость используется с пищевой нержавеющей стали, что сама колонна с нержавеющей стали. Я рекомендую использовать медь. У нас на сайте есть вот такие вот медные кольца. Удобно приобрести килограмм медных колец. Медь можно закладывать в сухопарники. У нас есть два сухопарника. Медь имеет свойство именно забирать сернистые соединения на себя. И таким образом у нас сразу получится чистый, свежий, приятный продукт, лишенный запаха сероводорода. Поэтому я сейчас заполняю два сухопарника медью. Остальное в бак, заливаю брагу и включаем на нагрев. Кто перегоняет, допустим, сахарную брагу, можно один сухопарник использовать для ароматизации. В сухопарник можно заложить корки лимона, апельсина, яблоки, копчености. Без фанатизма, чтобы не забить трубки, то есть легонько. И сразу же в процессе дистилляции у нас получится продукт с запахом того, что вы заложили в сухопарник. Итак, друзья, когда начал прогреваться уже второй сухопарник, я заранее немножко подал воды, уменьшил мощность. Сейчас настроил, плитка стоит буквально на 350 ваттах. Покапельный отбор, можно даже еще медленнее сделать. И будем отбирать 75-100 мл до исчезновения плохого цитонового запаха. Сейчас есть такой неприятный яркий запах головных фракций. Ну да, вот именно такая цитоновость, немножко на фруктовой нотке. Все, отбираем голову. После того, как отберу голову, меняем приемную емкость. Добавлю нагрев, чтобы тоненькой маленькой струйкой. И будем отбирать до спиртуозности, наверное, 55. Но можно, в принципе, рассчитать, что раз у нас было 1,5 кг сахара, условный эквивалент, каждый кг сахара условно дает 500 мл, значит у нас 750 мл где-то спирта. 100 мл мы отобрали, это у нас пусть будут головы. Соответственно, миллилитров 500 у нас должно получиться тело. Вот по стечении 500 мл надо смотреть на спиртуозность. Здесь будет падать, поэтому чуть-чуть больше будет. Но по стечению 500 мл я буду просто набирать пробирку, мерить спиртуозность, оценивать запах, вкус. Удобно пользоваться попугаем, как дополнительным девайсом. Но сегодня мы будем в пробирке измерять и принимать решение, когда мы же остановимся тело. Собственно, когда пойдет уже неприятный запах и вкус, который не понравится, мы будем отбирать хвосты. Итак, друзья, уже 90 мл. В принципе, запах вполне себе такой приятный. Уже головной такой нотки не слышится, а слышится приятный аромат именно варенья. И мне даже кажется, что это смородина. Я сейчас переключаю приемную емкость и добавлю нагрев. Будет тоненькой-тоненькой струйкой. Спешить ни в коем случае не надо. Оптимально отбирать на таком аппарате 0,7-0,8 максимум литр в час. То есть тоненькая-тоненькая струйка, которая вниз капает капельками. Что еще? У нас есть термометр. Вот сейчас в баке 89,5. Температура в баке всегда зависит от спиртуозности той жидкости, которая нас налита. Но мы будем перегонять где-то до 55 в струе, чтобы дальше начинать нюхать. А это где-то 95 градусов в баке. То есть где-то после 94 градусов в баке, чтобы не измерять спиртуозность, допустим, как вариант, мы будем нюхать, что на выходе. Вот при каждом изменении на 1 градус надо нюхать и смотреть. Как только запах нам не понравится, лучше приступить к отбору хвостов, чтобы получить пусть чуть-чуть меньше продукта, но зато вкусного и качественного. Все, друзья, меняем емкость. Хотел сказать, что струйка вот на индукции, она такая рывками, только потому, что меньше 1 киловатта индукции все греют почему-то рывками. Это такой огромный недостаток. На электротене с регулятором такого недостатка нет. Можно настроить эту струйку вот в таком виде, чтобы она равномерно, красиво, хорошо текла. Мы настроили примерно средний режим. Так будем отбирать тело. 50 струй в баке почти 95 градусов. И можно принять решение о начале отбора хвостов. Я уже даже на руках чувствую жирная нотка. Это значит, что хвостовые уже... Ну да, и по запаху легенько, легенько, не критично. Кто-то отбирает до 40, но прошу учесть, что сухопарники немного укрепляют. Но нам лучше получить меньше продукта, но лучше. Поэтому мы начинаем отбирать хвостовую. Хвостовую фракцию я отбираю на максимальном нагреве до 100 градусов в баке. То есть цель забрать оттуда спирт. Хвосты, в принципе, можно добавлять, как я уже сказал, в следующую перегонку. Либо же в брагу, либо же в спирт-серец, если вы делаете две перегонки. Все, это мы добавляем. И подводим итоги, в принципе, что у нас получилось. Замеряем общую спиртуозность. У нас головы, которые мы пускаем на растопку мангала. У нас примерно 1 литр 65 градусов, ну очень ароматного дистиллята. Прекрасно чувствуется. Я дегустировать не будем, мы на этом будем делать настойку. Прекрасно чувствуется фруктовая нота, мягко. Нет никакого запаха ни сероводорода, благодаря кольцам запаха нет. Ну давайте чуть-чуточку. Очень сладенько, несмотря на то, что 65, очень мягко будет после разведения и сладенько. А количество хвостов, в принципе, не важно, потому что спиртуозность падает, объем ни о чем не говорит. Самое главное их отобрать до 100 градусов в баке или 0 градусов в струе. Друзья, вот такая вот перегонка, инструкция по перегонке на аппарате Казачок с двумя сухопарниками. Пишите ваши пожелания, ставьте лайки, если вам понравилось данное видео и оно вам было полезно. На этом все. С вами был Андрей, компания Акваградус. Всем до следующих встреч, всем до следующих перегонок. Субтитры подогнал «Симон»